привет мои творческие друзья рад приветствовать вас на своем канале и сегодня у нас обработка в lightroom обработка пейзажа те кто подписаны на мой блог в instagram уже видели все эти фотографии эти пейзажи я фотографировал будучи на шри-ланке это было два года тому назад но виду того что сейчас мы все в основном сидим дома не выездные в отпуск полететь возможности нет но зато есть возможность покопаться в старых архивах что я собственно говоря и сделал эти пейзажи все это время я обрабатывал по-разному но именно сейчас мне захотелось создать вот такой вот интересный стиль с использованием сизово-синего цвета и таких мягких красных оранжевых оттенков получилось достаточно интересно мягонько и в общем результат нашей сегодняшней работы выльется в создании нескольких пресетиков которые вы можете скачать по ссылке под видео но ссылочка будет под паролем подсказка с паролем всплывет верхнем правом углу поэтому будьте внимательны подсказка будет всего одна ну и конечно же я советую видео все-таки посмотреть целиком не только для того чтобы получить пароль к пресету для того чтобы в будущем красиво и эффектно обрабатывать свои фотографии вам необходимо понимать как пресет получился какие настройки к нему применялись фотографии как всегда у меня в raw формате снимочек с которым мы сегодня будем работать будет находиться по ссылке под видео также но только конечно же без пароля его можете вы скачать абсолютно свободно и присоединиться ко мне для того чтобы повторять все те настроечки все эти движения ползунков которые я буду делать ну а если вы впервые на моем канале то я советую конечно же подписаться и поставить колокольчик для того чтобы не пропускать новые и полезные видео а в своих видео я рассказываю все по обработке фотографии и самое большое внимание я уделяю цветокоррекции и тонировки как осуществлять фотосъемку какими объективами камерами фотографировать при каких настройках таких роликов ютубе навалом а вот что касается цветокоррекции тонированию таких уроков достаточно мало поэтому на моем канале вы увидите все что связано с цветокоррекции ну и наверное я вас утомил уже своей болтовнёй поэтому не будем терять времени поехали обрабатывать мы с вами будем вот эту фотографию снятую на шри-ланке в районе не гомбо буквально 30 минут до захода солнца фанаты пейзажа конечно же скажут что эта фотография плоская и я с ними соглашусь да конечно же но так как я работаю с цветом то мне важно не композиция в кадре а именно наличие различных оттенков с которыми я могу работать в том числе и при помощи кривых ну и давайте уже приступим первым делом мы переходим в коррекцию объектива и вот они у меня здесь уже включены вы обязательно включите вот эти две галочки удалить хроматические аберрации и включить профиль коррекции это исправит легкую бочкообразность если ваш объектив и и допускает при съемке здесь мы ничего больше делать не будем поэтому закрываем следующее что нам необходимо выполнить это базовые настройки которые находятся под галочкой основные и первым делом что мы с вами сделаем это пройдем в профиль и выберем профиль adobe в моем случае это будет пейзаж фотография сразу преобразилась она стала более насыщенная более интересная и так двигаемся дальше для того чтобы произвести тонирование кривыми нам необходимо создать такую почву фундамент что мы сейчас с вами и будем делать а для этого собственно говоря мы будем с вами глушить все лишние света добавим немного информацию в тенях я убавлю контраст мне необходимо сделать плоскую обесцвеченную картинку для того чтобы потом интереснее было работать с кривыми точку черного я тоже приподниму где-то примерно до плюс 30 немножко добавим текстурки совсем чуть-чуть четкости сочность я добавлю посильнее насыщенность наоборот прижму потом вероятно мы вернемся к базовым настройкам и немного подредактируем в самом конце и так давайте откроем тоновую кривую для начала мы с вами поработаем только с контрастом только с кривой rgb выставляем ключевые точки слегка опускаю точку в светлых участках точку в средних светлых участках немножко опускаю точку в средних темных тонах приподниму точку черного и между вот этими двумя точками поставлю еще одну точку и в темных тонах еще немного сделаю потемнее на данном этапе этого достаточно теперь переходим в панель и чисел color и так я в красный добавляю немного оранжевых оттенков оранжевый подвину наоборот в сторону красных и как бы сближу эти цвета желтый также подвинуть сторону оранжевых оттенков вот такой красивый персиковый цвет мы с вами в итоге получили прям моментально и так тональность зеленого я выставлю на минус 55 аквамарин приподниму где-то примерно до 65 даже пожалуй вот до 70 синий наоборот уберу в сторону аквамаринового цвета но не сильно где-то вот примерно на минус 12 пурпурные полностью тональность уберу в сторону синего а мадженту беру в сторону красных оттенков и так переходим теперь к насыщенности насыщенность красного я немножко пониже минус 15 и будет достаточно оранжевый наоборот приподниму так как это наверное основной цвет на этих фотографиях злоупотреблять мы с вами не будем пожалуй назначение плюс 15 я остановлюсь и так желтый мы убираем вместе с ним убираются всякие грязные паразитные цвета зеленый тот же убавим аквамариновый и синий я убираю полностью на минус 100 но пусть вас это не смущает мы этот свет будем с вами делать в кривых пурпурный я тоже уберу в минус 100 мадженту уберу это примерно на минус 45 46 яркость немного понижаю в красных тонах в оранжевых желтый зеленый не трогаю аквамарин понижаю яркость где-то примерно до минус 40 и слегка прижму синий и так давайте мы закроем панель и чисел теперь самое сложное за что несет ответственность любой фотограф это конечно же кривые не все ими пользуются я знаю но те кто пользуется тот познал в чем кайф использования кривых и если вы не видели видео по кривым то подсказочка будет сверху настоятельно рекомендую посмотреть кривые это очень сильный и эффективный эффектный инструмент который позволяет сделать практически невероятные с любой фотографии и так первым делом мы с вами идем в красный канал и так я ставлю ключевые точки в средних тонах приподниму немного вверх не сильно в темных тонах опущу немного вниз чтобы получилось вот примерно такая сообразная кривая такая пологая не сильно и мы с вами обрабатываем пейзаж если бы это был город мы конечно могли бы кривые гнуть сильнее и получать более такие жесткие насыщенные цвета но мы с вами работаем с пейзажем поэтому будем работать кривыми аккуратнее так пусть вас не смущает что фотография стала такой кислотный мы переходим другой канал зеленый также выставляем ключевые точки не делаем примерно такую же с образную кривую изображение стало поинтереснее но теперь в нем слишком много фиолетовых оттенков давайте мы перейдем в синий канал ставим ключевые точки сверху вниз или снизу вверх никакой разницы не имеет и делаем такую же с образную кривую и так друзья в светлые оттенки я попал неплохо у меня здесь отсутствуют какие-то паразитные цвета а вот с темными и средними тонами конечно нужно еще поработать давайте мы для начала все-таки добавим немножко синего вот так вот я думаю будет достаточно ну и давайте немножко добавим аквамарина но тоже примерно столько же итак возвращаемся к нашим кривым зажимаем кнопочку alt смотрим на средние тона это вода небо и переходим от канала к каналу подбираем то значение при котором у нас получится красивый сизый цвет ну и при этом оранжевые оттенки будут вот такими глубокими интересными чтобы вам не было скучно давайте я добавлю немножко музычки а мне сейчас нужно сосредоточиться на цвете соответственно кривых для того чтобы получить те оттенки цветов которым я стремлюсь а и и и и и и и и так друзья вот тот результат который я хотел получить сразу же хочу отметить что это конечно же не классический пейзаж какого представляют многие но я эту серию решил обработать именно вот в таком вот ключе нисколько об этом не жалею мне эта серия очень нравится и так нам осталось только настройки сохранить в пресет и так друзья я не буду ставить галочку на режим и профиль это как вы помните самое первое что мы сделали я выбрал профиль адоб пейзаж это я делаю специально для того чтобы вы могли обрабатывать фотографии как в raw формате так и в джипег если я сохраню в пресете профиль адоб пейзаж то соответственно джипег его читать не будет но соответственно если вы обрабатываете в raw формате то первым что вы делаете вы всегда перебираете профиль и выбирайте тот который наиболее вам интересен и только после этого уже приступайте к другим настройкам и так пресет я сохраняю как говорят шеф-повара соль и перец добавляйте по вкусу так и вы по вкусу можете добавить виньетку и немного поработать с резкостью если вы снимали вечером и ваша фотография шумноватая то шум уменьшается достаточно просто вот панель уменьшение шума ползунок яркостные вам необходимо подвинуть вправо только не очень сильно чтобы фотография не замылилась обычно я больше 25 не делаю но в данном случае я поставлю 15 потому что этот снимок не очень шумный а детализацию наоборот уберем полностью в ноль и когда мы с вами уменьшили шум то самое время добавить немножко резкость ползунок у меня по умолчанию стоит на 40 можно поднять его чуть-чуть повыше до 55 а теперь друзья для тех кто любит обрабатывать фотошоп и если вы хотите узнать как фотошопе сделать вот такие вот буквы как будто они написаны на песке в заставке будет видео это буквально такой коротенький ролик на минутку где я очень быстро и кратко расскажу как сделать такую надпись в фотошопе а на этом друзья все пак с пресетами вы можете скачать по ссылке под видео не забывайте что там стоит пароль пароль вы наверняка уже увидели если не увидели придется вам посмотреть видео еще раз красивых вам и необычных сюжетов замечательных фотографий индивидуальной интересной тонировки ваших снимков легкой вам обработки и всем пока пока пока